Хей, всем привет, у микрофона Сет, и давненько у нас не было классных игр на канале. Классные игры это такие игры, которые остаются с вами даже спустя 10 лет, как вы их прошли. Например, Cyberpunk классной игрой я не могу считать, потому что он вышел очень сырым, очень недопиленным, очень, знаете, таким недоработанным. Вот. Сегодня я хочу с вами вас познакомить с такой классной игрой, как Fable. Я думаю, что, наверное, большинство людей знают о ней, а может нет, потому что игра довольно старая. Первый Fable оригинальный вышел еще в 2004 году на компьютер, в 2002 вроде на Xbox, это был эксклюзив Xbox, и ее потом спустя 2 года портировали на ПК. Она называлась Fable The Lost Chapters. И где-то в 2013 году решили сделать ремастеры данной игры, это вообще первая игра серии, потому что есть еще вторая и третья, но вторая так и осталась эксклюзивом для Xbox, а третья, как бы, ее тоже портировали, но она мне, знаете, не особо нравится. Вот. До всех ваших ведьмаков была вот Fable. Офигеннейшая игра. Вот. И компания решила все-таки в 2013 году сделать ремастер. Называется она Fable Anniversary. Или в 14-м. Ну, скорее всего, в 14-м. Да, думаю, в 14-м, потому что все-таки это десятилетие игры было. Вот. Купил я только сейчас. На новогодних распродажах. Игра интересна тем, что вы можете здесь создавать того персонажа, которого вы хотите. И в плане того, вы можете его кастомизировать. От ваших действий зависит то, как будет выглядеть ваш персонаж. Если вы будете делать очень много хороших поступков, то над ним появится нимб. Будут летать бабочки. Вы будете такой классной. Все будут вами так восхищаться. А если вы будете делать очень много плохих поступков, то, соответственно, над вами у вас будут рога. У вас будут такие дьявольские красные глаза. И у вас выставит хвост. И вроде еще мухи над вами будут летать. Так вот. Если кто-то не играл, то я хочу, чтобы вы просто прониклись атмосферой той игры. Того мира, который заложен в эту игру. Потому что после прохождения эта игра не оставляет тебя равнодушным. Я, по крайней мере, проходил ее два раза. Именно оригинальную The Lost Chapters. Сейчас я хочу с вами пройти Anniversary Edition. Давайте начнем новую игру. Вспомним, что там было. Потому что последний раз я в нее играл, наверное, в году так, 13-м. А ролики мы с вами перерисовывать не будем, да, наверное? Офигенно. Так она еще даже не переведена. Классно. Надо будет на стройке зайти посмотреть. Может, можно выбрать озвучку. А бой, который мечтает о великолепии. Обои, как он был героем. Короче, давайте пропустим там... Сейчас вот это все пропустим. Я вам объясню, что было, короче. Смысл, короче, в том, что нам рассказывается, что вот есть такой мальчик, который даже хотел быть героем. То, что вот мы в городке Оквейл вроде, насколько я помню. И наша задача в том, что у нашей старшей сестры день рождения. И мы хотели попросить, типа, денежек у батьки, вот этого кента. Но батька нам сказал, ты, типа, это, дармоед, нихера не делаешь, иди заработай. За каждое хорошее твое деяние я тебе дам, типа, там, по монетке вроде, или по 10 монет. Я уж точно не помню. Вот. И я одно заметил, что... Диалоги очень громкие. Надо их скинуть в пологину, наверное. А озвучки другой нет, да? Или это надо было русификатор качать отдельно? Ну, такое. Короче, я половину игры помню, так что, может, я вам буду это рассказывать. Я то, что помню, здесь можно пинать куриц. Да. Это, наверное, вообще топ этой игры. Можно куриц отп... А, подожди, надо к батьке подойти, что ли? Как бегать тут? Побыстрее можно? Ну да, вот он что-нибудь говорит. Сначала мне нужно узнать, хорошо ли ты себя вел. Если так, то я дам тебе денег на подарок для сестры. Гуд. Вот, вот так бегать. Так. Мы можем подойти вот сейчас к тому торговцу, который сейчас нам зигу кинул. Вот этому. Вот у него мы будем покупать подарок для сестры. Да, будем, наверное, все-таки играть в оригинале. И, наверное, я еще раз сделаю потише. Звуки? Вот что такое звуки? Короче, фиг с ним. Потом разберемся. Можем помочь вот этой тяночке. Она, короче, ищет своего мужа, который вроде там... Шалит с любовницей. Ну, она все правильно думает. Гуд, хорошо. Она сказала, что если мы его встретим, то дай мне знать. Но я знаю, где этот Кент находится. Блин, по привычке на стик нажимаю, чтобы бежать. Поэтому мы сейчас вот эту локацию быстренько-быстренько с вами, наверное, пробежим. Посмотрим. Кстати, городок особо не поменялся. Так, знаете, текстурки перерисовали. Ну, только вот Кент этот поменялся. Он не так... Он выглядит, как будто постарелый ребенок. И батя тоже по-другому выглядел. Вот он. Думаю, стелочка зажигает, лысая башка. Я просто... Я никогда даже не встретил этого женщину. Кто она? Ой, он так оправдывается перед ребенком. Ужас просто. Как будто к нему сын подошел. Вот, видите. У нас теперь есть два варианта выбора. Либо мы скажем, типа, да не сы, братан. Все нормально, я тебя не сдам. Либо, как крысой, пойти сдать его с потрохами. Нет, я так не думаю, честно говоря. Вот, и сейчас у нас выбор. Типа, принять взятку и совершить плохой поступок. Будьте с ножны в дубовом... Дубовом доле? Дубовом доле. Была раньше писана... В оквейл сухи распространяются очень быстро. Я буду называть, ну, как мне привычно, оквейл. Нет, мы... Мы взятку убрать не будем, мы поступим, как крыса. Ну, не как крыса, нет, подождите. С одной стороны, мы все правильно делаем. Как бы, этот мужик выбрал себе женщину, нарожал детишек. И как бы пошел встречаться с другой теткой. Но как бы, это не по-мужеский поступок. Потому что, если ты выбрал женщину, то ты должен быть уже с ней прям до гробовой доски. Либо, если тебе и вы, там, не устраиваете друг друга, то просто расходитесь. И все, как бы... Зачем, там, с другой тяночкой тогда мутить? Мы, конечно же, сделаем по справедливости. Хорошо, подруга. Так, это мы одно доброе дело сделали. Нам вроде три нужно, насколько я помню. Поэтому сейчас быстренько вон туда сходим. Здесь нам нужно будет посторожить вот эти вот бочки. Когда этот мужик уйдет. Он сейчас нам предложит, типа, мол, мне надо пойти отлить. Или что-то такое. А ты, пожалуйста, постереги. Если все будет гуд, я там тебе, типа, там тоже монетку или там... Ну, как вы, короче, понимаете, да, что нужно было делать. Ну, да, 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 отлить его надо. Вот, а пока мы будем следить за этими ящиками, к нам подойдет пацан и скажет... Ой, а так же весело будет сломать все эти бочки. Вот, и так же будем выбирать, ломать или не ломать. Ну, конечно, ломать не будем, надо бы побыстрее пройти эту локацию и попасть уже... А, в Школу Героев. Хорошо. 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 Да не, я лучше куриц попинаю. Ну, он говорит, что мы такие скучные. Почему бы ты не... Почему ты не хочешь ничего разбить? А, во-во-во, тут еще можно найти медвежонка этой подруги. А я вроде догадываюсь, где этот медвежонок. Да, там у одного пацаненка будет. Ну, игра реально очень интересная. Если кто-то мимо прошел свое время, то я вам советую реально пройти эту игру. Потому что это фейбл. Фейбл это чисто вот сказка. Реальная сказка. Таких игр уже мало делают. Ну, если только вот ведьмака вспоминать. Так, это один. Нам бы сейчас вроде вон туда надо сбегать. А вон там, кстати, девка. Вот это вот наша сестра. Камера какая-то поворачивается как-то всрато. Да, это наша сестра. Тут мы вроде сейчас должны встретить мальчика. Которого должен обижать какой-то взрослый. Тоже пацан. Вон, вон, вон. Сейчас помогать ему будем. Кибербуллинг. Так, я первый раз играю на геймпаде в эту игру. Поэтому, чтобы атаковать мирных жителей, следует захватить их в прицел, нажав и удерживая в ТЛТ. А затем нажать Х. Вот так. Хорошо. Нет, вот тебя. Сейчас его это. Быстренько его. Вроде у него должен быть медвежонок, насколько я помню. Да, вот плюшевый мишка. Сейчас пойдем отдадим плюшевого мишку. Вот это вот туда. По-моему, анимацию вообще не перерисовывали. Садись, как у нее башка дергается. Конечно, нахалтурили чуть-чуть с этой игрой. Но... Но это как-то, знаете... Не так уж критично. По крайней мере, если я бы включал бы оригинал, у вас бы кровь из глаз бы шла. От той графики, которая там... Она уже реально всратая. Ну, вроде мы все сделали поступки хорошие. А, тут же пукать еще можно. В этой игре. Не? Нельзя сейчас пукнуть. Хочу пукнуть. Опа. Ты что, дверь сломал? Опа. Опа. Срослась пиздая, жопа. Так, давайте к отцу. А что нам ботинки показывать? Блин, я, конечно, в шоке просто. Ну, я думаю, что вы можете получить достаточно, сын. У вас... Да, да, да. Ну да, за каждое... За каждый хороший поступок мы получили с вами по монеточке. Ну, сейчас к торговцу. Мы вроде там коробку конфет что ли берем? Насколько я помню. Да, 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 да. Все, три золотых. Отлично. У нас как раз четыре. Все, мы получили это. Пойдем, короче, сестер к нашей. Будем поздравлять нашу систер с днем рождения. Читая, как-то это, пап, ход побежал. Ну и фиг с ним. Так, скоро мы попадем с вами в гильдию героев. Вот там-то будет веселухо. Ну, гильдия героев обычно из себя представляет как раз таки обучалку. Как вот эта обучалка. Только это прям, знаете, такая условная обучалка. Оттал, прям обучалка-обучалка механики боевки. Капец, ее страшно нарисовали. Она рассказывает свой кошмар. О, боже. Она с сестрой шоколадой, конечно. Ну, все, она говорит, типа, пошли домой. Но не тут-то и было. Сон у подруги был вещей. Малый сейчас, короче, спрячется. Да, Малый вообще будет единственной, кто выживет в этом городе. Ролики пропускать не буду. Ну, оквейл, да. Бандиты wielding torches and steel, slaying and burning all in their path. Блуд-ред flames lit the night, as the villagers screamed and begged for mercy. Блуд-ред flames lit the city, and soon, their bodies filled the streets. Then the raiders reached the last house, where the boy and his family lived. It was them, they had slaughtered so many to find. The father fought to protect his kin, but he was no warrior, and fell mortally wounded. The bandits ripped the house apart, but could not find the boy. Through torture and threats, his mother and sister remained silent, and their furious attackers took them both. From the nearby woods, the boy watched as all he knew was taken away. His whole life was crushed to ashes. He was alone. Потому что мы вообще должны стать будущим героем. Ну, сразу так пойдем. Потому что по-другому тут не пройти. Все, что раньше когда-то... Все, что раньше когда-то было на шамбулу, он просто сгорает на наших глазах. Вот наш дом. Вот наш отец, кстати. Мы должны уйти. Вот этого, кстати, хорошо нарисовали Я, честно говоря, не помню уже, как его зовут Смотрит вообще взгляд, глаза у них стеклянные Ну, сейчас мы проблюемся с вами Ты, короче, какой-то верховный маг в гильдии героев Он нас спас И сейчас мы будем, типа, обучаться здесь Мне очень нравится, что мы начинаем игру мальчиком, а заканчиваем стариком уже А, Мейз, он, да, точно, зуб Так, сейчас нас с лысым хером познакомит старым Это будет наш наставник Ну, сейчас он познакомит нас с нашей соседкой Селить, конечно, мальчика с девочкой, это не лучший вариант Но я, как понимаю, местных больше нет Уиспер С шепотом Уиспер Что-то как-то... Из всех мне только Мейз понравился, как перерисован Это тоже какая-то всратая получается Хотя, вроде еще норм Так, а в эти... в книжные шкафы же можно сейчас это позаходить? А, нет, сейчас нельзя Потом можно будет подняться, там в книжных шкафах есть книги Можно взять что-то почитать Нормально Гилдмастер устал нас ждать И поэтому уже свалил Мы тут спускались, что, час по этой лестнице Ну, ладно, это чисто так Игровая механика, чтобы мы пробежались чуть-чуть по гильде Посмотрели, что к чему Красивенько Да и... на старой, конечно В истарой игре тоже было красивенько Для тех-то лет Да и сейчас вроде норм Так, сейчас мы будем это... Палкой вроде махать Окей Сейчас будем чучело долбить Сейчас кулаками будем ее бить Ну, это понятно Чтоб кружить Да, это понятно Сейчас нам меч дадут А, нет, палку Рун 20 Текущая цена 5 Хорошо Да, палка получше, конечно, бить, чем кулаками Ах, ну, это больше как это Когда вы уничтожите противника, как этот дампи Он уничтожит Играет область Эти область Уничтожают знания Стоит от убитых Это очень важно Что ты собираешься Эти область Или вы не узнаете ничего Ах, ну, возьмите По-моему, даже не пропустите эту Эту обучалку Потому что она, это, зашита прямо в игру Тут игровой процесс еще в ней протекает Нам надо будет сейчас как раз таки в лес пойти И Ну да, вот задание Истреби жуков Давай Ну, че? Включай, понял Как бы О, вот Да Вот ради этого Вот ради этого я только в детстве играл Понимаете? Игра реально классно Загрузки никуда не подевались Нет этого Эффекта бесшовного мира Ну, в принципе, фиг с ним Так даже, знаете, как-то Оутскульней Аутентичней С воспоминаниями С детства Ой Так, нам 10 жуков надо Замочить, да? Не 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 Вот Эту херню надо собирать Прямо обязательно Значит, реально мы ничему не научимся Так, все, задание выполнено Гуд Собираем Собираем Всю вот это вот Значит, тупыми и останемся Потом В этом же лесу У нас будет Аттестация На героя В конце уже обучение Блин, у них там полная гильдия Героев всяких Учения Могли ранее отправить кого-то Офига Меня-то обязательно Ждать пацана Когда его деревню вырежут Чтоб Проблему с жуками порешать Да Сейчас, если мы выберем Да То, типа Там придет пару лет Мы уже это подрастем Будем, типа, знаете Юношей Там, может, лет 16 18 Если нету Можем просто побегать По гильдии Ну, в смысле Бегать по гильдии Я вообще пока не вижу Как бы тут сейчас Вообще ничего интересного Поэтому, да Нажимаем Это непонятно Глаза, что-то вырезается Когда я вижу Эти старые заставки Прикиньте Мы лет 10 Наверное 14 Тренились У нас до сих пор Палка Бли тоже Вот это понятно Йенту Понятно Че тут Можно Че-то Это я знаю Че тут Опа Видите Можно всякие татушки Находить Всякие Плюшки Ща быстро Игодись Посмотрим Че есть Стория любви есть Можно почитать Нифига Ладно Продолжить Короче Потом Кому интересно Всегда можете Поставить на паузу Почитать Ничего против Не имею Меч Меч Альбиона Тут можно Это к бабам Подготовить А ну да Сейчас надо Посмеяться Можно танцевать Еще вроде Насколько я помню Он там Так Отжигает Просто Вообще Нереально Да Вот так вот Мы и будем Потом Знакомиться С девушками И Заводить Романтические Отношения Ну Можно не только С девушками Можно и с мужиками В 2004 Году Как бы Это еще Можно было В нашем 2020 Уже Как бы Такое Опять опоздал Ну бывает Наконец-то Спустя 14 лет Нам доверили Оружие Вот это мы Просто дудики Ну-ка Что у нас там Плюс 30 Ну а плюс 10 30 урона 150 Ну если что Потом в ломбард Заложим Я думаю Старый хрен Не обидится Так Телка Я же тебя Это еще Отмудох Она сейчас Будет чисто В блоке Стоять Ну да А что там Как блок Ставит Я уже не помню Так Чтобы блокировать Удар Зажмите Удержите Кнопку Игрик Нормально Ну и все Просто Стоим Она нас бьет А мы стоим Мы терпим Давай Молодец О Это вот Это вот Старший брат Вот этой Виспер То он Кстати Уже герой Там такой Такой Скромный Так встал Да Анимация Всратая По-моему Даже в оригинале Такой Всратой Не было Ну Я думаю Нет Не критично Пусть ударит Пусть ударит Да Да Вот Кстати Он еще За арену Упомянул Мы потом На арене Еще будем Драться Но это Ближе к середине Игры Мне кажется Это Это вот Если вспоминать Фейбл То мне Вспоминается Арена Вот Как Самая Нелюбимая Моя Часть Игры Потому Что Вот Арена Там Минут Тридцать Приходится Просто Трачиться От разных Волн Это Просто Ужас Ну Без Этого Никуда Причем Мы будем Сначала Драться Одни А потом Потом Я расскажу С кем Потом Сама Видите Продолжить Сразу Нельзя Было Все Давай Сразу Так Информация 60 150 Продадим Однозначно Лицо Как Аутиста Господи Ну Понятно Понятно Кстати Контроллер Прям так Хорошо Вибрирует Нормально Так Отзывается Потому Что Не во всех Играх Кстати Контроллер Может Вот Такую Отдачу Давать Тут Прият Прият Знаете На всякую Херотень Это как GTA 5 Я по-моему Не играл На нем Там Вот Наедешь На какую-то Кочку С левой стороны У тебя Слева Он 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 Повибрирует Или Справа То Справа Короче Вибрации Еще Так Интересно Конечно Она Несравнима Наверное С Плейстейшеном Пятым Вот этот Доллсенс Который Там Вообще Офигенная Вибрация Но Мне Контроллеры От Плейстейшен Не особо Нравятся Они Для меня Очень Маленькие Да Все Хорошо Тут На время Вроде Нужно Да Ну Типа Я не особо Хочу Вот Это Вот Типа Мы Десять Отстреляли Да И Типа Уже Норм Как они Они Двигаются Вроде Там 25 кадров В секунду Мне кажется Особенно Вот эти Вот Дальние Просто Ужас Так Срато Двигаются Это Трэш Это Еще Подруга Еще Встала Пришла Посмотреть Господи На нее Можно Вообще Странить Ну Вообще Как бы О Нифига Что Я не Помню Такого Чтобы Они Делали Это В Оригинале Да Хорошо Продолжить Ну Воле Это Магия Я Пойду На Остров Водопада Да Мы Сейчас Сразу С тобой Уйк Ужас 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 Стих Нормально Это всё. Смотрите, сколько ты можешь ударить в половину минуты. Только уничтожить дамы, которые находятся в центре острова. Ты не получишь никаких точек, чтобы ударить один на заднюю. Ты только уничтожишь важную ману. Используя твои силы, уничтожит твою ману. И когда использована, это стоит время, чтобы восстановить. Сейчас они пока повернутся ещё. Где у нас расход? А, всё. Ну, наскором она закончится. Да и так, норм. Угу, угу, угу. Да продолжить. Да не, по кильде мы ещё побегать успеем. Да давайте, наверное, поиграем чуть-чуть. Там вроде надо будет с чем-то помочь, насколько я помню. Так, ну вот этой, когда мы 20 ключей соберём. У меня не все сундуки даже. Что он хочет? Да. Что я не помню такого. Ну давай, 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 давай. Ну давай, 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 давай. Ну давай, 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 атакуй, атакуй. что я не помню такого в оригинале честно говоря железная катана что сколько минут 32 давайте оставим где нас тут вообще снаряжение вот снаряжение а где у нас без штанов вот меню просто перерисовано поэтому я это чуть-чуть путаюсь еще и привык старому меня ну-ка вот сюда сходим что-то там а с ней поболтать можно она же не просто так тут стоит наверно они ну злой руку тянка то обиделась на нас давайте сейчас в лес сходим посмотрим что там но я вижу что-то новенькое это до этого не было такого это до этого не было такого о попали а чё то он это с рад и такой оп попали он промазал все это должен умереть вроде за два таких мощных удара можно убить вот этот вот ему один остался всего вот и все что-то он так крепко почесал будто не не сдобровать а чё нельзя пробраться вот здесь рыбачить можно дело такая вот хрень то можно рыбачить но она далеко она не дотянется ну ладно хорошо пойдемте тогда посмотрим что там дальше но это значит там дальше вот просто вот это вот куста честно говоря не помню вообще о опять ты ну да давай типа не обязательно же это главное же попасть как я понял блин я не наблю наверное то да как я тебя набью тогда алё алё дядя я 65 не настреляю если буду сильно зажимать я не настреляю пока там это заряди да не 65 я не набью 65 от дохера нет тут я не знаю кем надо быть чтоб набить мне чисто вот еще 16 не хотел айди ты иди ты иди ты в задницу тупо только время потратил а это чё стоит блин да не было этих заданий раньше блин да не было таких заданий раньше алё блин ладно смотрится как по-новому чуть-чуть игра реально что-то подобавляли не тупо ремастерить сделали так где ты ой я чуть мастеру не все да давайте давайте вот сейчас мы станем юношей а дальше мы уже будем стареть по ходу игры вот без всяких вот этих вот у заставок типа вот там будто прошло лет десять еще и хиро давай как бы мы ничего не потеряем если это пропустим вот эти вот задания типа мы еще успеем их выполнить я как понимаю они остаются а кстати да вот мы это поменяли чуть-чуть повзрослее стали по моему или такие же ну да 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 не да конечно бы я на сволочи свалил вот тип там всем раз да у нас кстати вообще бить не будет нам тупо нужно его бить окей но кого он там навелся бог его пойми учетом завис вообще испытание такое себе последние все вот это было испытание ну да так и есть все нам тупо валить отсюда надо для 2004 года это было круто если что так что не думайте что это какая-то херота какая-то херота хрень господи что они все такие как будто их воском полили они такие блестящие были вот это тот слева прям вообще конкретно блестит гладкий такой восковой нас посвящают герои вот я думаю сейчас мы нас посвятят мы с вами пройдем еще одну миссию там надо будет ос замочить и думаю на сегодня мы с вами закончим так вступительный ролик посмотрим как он вообще зайдет вам не зайдет но я надеюсь очень за что зайдет действительно игра очень классная это просто начало такое не очень веселое но в дальнейшем реально очень интересно будет особенно когда мы в бауэрстоун попадем будем ухлестывать за 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 там за теткой мэром вот это вот весело будет так сейчас нам покажут прокачку но мы в силу пойдем уйти телосложение здоровье выносливость телосложение влияет на силу удара оружием значит и на наносил урон чтобы сражаться с тяжелым оружием необходимую значить значительная физическая силу ну здоровье соответственно вы понимаете чё ну и выносливость тоже ну наверно это 400 это 500 наверно здоровье сейчас вкачаю но это не хватает ну и все и назад там еще можно скрытность прокачать еще что-то это потом чуть чуть попозже сейчас самое главное здоровье телосложение вот это вот вкачать потому что там еще будет квест такой нужно будет экскалибр достать из камня его то если у нас не будет достаточно то ли с как раз телосложения вроде то мы не сможем его вытащить ну вот здесь можем сейчас взять взять задание вот осиная угроза мощном как бы делать здесь нечего все нам надо выйти из гильдии пойдем 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 да 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 мы как раз за этим туда ты идем на фига он ему да конечно потом если чём уже всех вот здесь вот перемочить тут задание типа вообще или и легчайшие мы кроме вот этой вот бандура которая еще прилетела не понял точно можно вот так вот сделать ой да я знаю вау ну всё один тыкни нормальные такие спецэффекты только куда она пропала ну всё все люди радостно вернулись обратно нам похлопать продолжительное время нас будут называть курощуп вот у нас типа трофеи есть ну типа известность мы с вами тут приподняли можно всех еще замочить но я думаю мы это с вами заниматься не будем я хочу отыграть именно найти такого именно такого хорошего персонажа можно яблочки взять на какая-то борода можно до образ менять типа норм всякие вот пироги этот лучше взять все понятно все там люди короче хавают типа все норм все отлично сейчас мы с вами отсюда уйдем посмотрим что там сейчас скажут вроде нужно будет в гильдии опять вернуться ну да вот типа мэйс нас ищет говорить нужно пойти в баур баур там вот это вот можно сломать и тут мы ключик найдем ключи нам понадобится чтобы открывать сундук и ну да логично чем больше ценность тем больше ключей баур стоун вот там он короче вот это алтарь тут можно приносить всякие обеды например там выполнить миссию не получив урона или там выполнить миссию в одних трусах там все короче такая дичь но интересно вот эту тёлку тоже забыл как зовут дикая роза просто роуз ее звали в оригинале или брайн роуз также переводят не к месту оставили бы как есть вот они то что нужно было перерисовать оставили а то что не нужно было трогать блять поменяли такое это телепорт слечу внешний в телепорт нет мне не в телепорт все короче нам power stone сейчас дойдем с вами до баур стоуна и закончим сегодняшний выпуск чтобы прям сильно не затягивать его так с этими тоже можно поболтать они там какой-то клад что ли что-то там ищут что-то такое точно не помню уже даже хрен с нами захочет поговорить мы все кстати красиво сделали тогда он был не такой вроде глушвиль боже мой не надо было вот баур стоун отличное название нафига да да глушвиль да да знаю оружие сдать это дом можно купить который сзади вот леди грей за ней мы будем укрестывать наверх на сейчас не впустят у нас мало репутации да спасибо дядя а он мэйс ну я думаю мы уже в следующей части к нему подойдем посмотрим чем там нам даст какое-то задание насколько я помню конечно больше ничего другого нам дать и не может я надеюсь что вам очень понравилась эта игра ну прям не очень может хотя бы просто понравилось и вы поддержите меня лайками и комментариями выражите выразите свое мнение по поводу этой игры он фигасе он даже туда глядывается какого вроде не было раньше просто я ну мог еще максимум потянуться там вот я надеюсь что вы выразите свое мнение в комментариях по поводу этой игры кто-нибудь играл в нее не играл мне было очень интересно почитать ваши комментарии ваше мнение по поводу этой игры так что всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии всем до скорого